Поработала в прошлый раз, я поняла, что мне тоже нужно прийти с этой темой. Так что очень жду и верю, что все получится сегодня у нас. Все получится. Рассказывай. С какой целью ты пришла к нам сегодня? Цель моего сеанса сегодня — освободиться от воздействия магии, колдовства, чтобы вывести наружу все крючки и зацепки, на которые магия притянулась, убрать все эти зацепки и крючки из своего тела и своего физического эфирного пространства во всех временах и во всех проявлениях. Очищаюсь и возвращаю в себе всю свою энергию, творчество и деньги, потраченные вследствие воздействия магии. Я выявляю и разрываю все контракты и подконтракты с антимиром и полностью от них освобождаюсь, от них и от их негативного влияния. И я запрещаю магам и колдунам не драться и манипулировать в моем пространстве. Цель моего сеанса сегодня — это разобраться с магами и колдунами, которые приходили в мою жизнь. Аспекты. А цель сеанса как на физике? Как ты думаешь, какой это будет, когда выполнен, достигнешь эту цель? Как оно изменится в твоей жизни? Во-первых, я буду четко видеть воздействие от человека, идущее воздействие от человека. Я буду четко видеть, я буду осознавать это сразу и не поддаваться. Вот мой такой настрой — не идти на поводу, не поддаваться манипуляциям людей, которые заведомо хотят как-то воздействовать негативно. Уводят от истины, да? То есть я, честно говоря, сейчас буду рассказывать. Вредят в душе, которые, да? Да, которые, грубо говоря, пытаются накинуть какую-то пелену, чтобы ты не видел ничего, не понимал, не осознавал до конца, что куда. То есть красиво что-то такое рассказывают, а на самом деле от этого надо убежать. Вопрос в распознавании добра и зла, да? Да. Хорошо. Укрепить надо это знание. У меня уже получается. Но вот я вижу, что есть такая большая тема, она и сестру затронула. Поэтому, так как я инициатор была этого события, то есть я хочу, ну, пришла, хотела прийти, пришла с этим разобраться. Аспекты. Вот самый главный большой аспект, это я поехала в США для участия в фестивале «Лжедуховность и Burning Man». Я с этой темой еще не приходила к вам. Я сама с ней прорабатывала и выписывала, и как бы дышала, и все. Но я чувствую, что надо проверить, убедиться. И если там еще что-то есть, отменить. Так вот, отменяю свои решения туда отправляться, участвовать, снимать фильм про нас с сестрой. Мы снимали такое видео, как бы придумывали себе костюмы, какие-то придумывали роли и снимали фильм вот в той обстановке. Нам казалось так весело. Отменяю снимать этот фильм про нас с сестрой, что как будто бы мы не из этой, ну, не с этой планеты, как будто бы мы чужие. Отменяю свое участие в сожжении деревянной статуи человека, в сожжении деревянной конструкции храма. Там также был такой храм, где люди приходили и вешали какие-то фотографии умерших, там, близких людей или оставляли какие-то их вещи. Отменяя свое решение, участвовать в сожжении этого храма. Я там оставила фотографию мамы. На тот момент она уже была умершая. Как бы я почему-то, ну, опять идя на поводу, подумала оставить там фотографию. Отменяю это свое решение. И если это мое действие как-то повлияло негативно на душу мамы, передаю ей информацию и освобождаю, прошу прощения у нее за то, что я оставила там ее фотографию. Хочу отменить свое знакомство с Каримом из Австралии. Мы познакомились, когда я поехала туда на экскурсию, сама посмотреть Австралию, и там дальше я после этого ехала, поехала также в Новую Изландию. Мы познакомились в Сидней. Он был моим тургидом. Именно почему-то с ним мы начали обсуждать тему, как поехать, как организовать поездку на Burning Man. Я заплатила очень большие деньги за эту поездку, отменяя теперь свое это решение и забирая все свои деньги обратно. Мы когда уже поехали в США и готовились отправиться в эту пустыню, он как-то, ну, какое-то время проводили вместе в Лос-Анджелесе, и он вытащил какой-то там, ну, как сверток сушеной травы какой-то, который якобы ему дал какой-то его там, он из Алжира сам, и ему дал этот сверток какой-то его там, значит, знакомый, который тоже из каких-то якобы, как написать, ну, не священник, ну, что-то в этом роде, то есть какого-то такого статуса человек. И он зажег, и как бы в конце, ну, просто мы сидели, смотрели на этот дым, он пытался, значит, провести такой ритуал, что якобы этот ритуал выводит людей на чистую воду, и он думал, что когда он зажег это, он думал, что мы тут что-то начнем выпаливать какую-то правду или что-то, про чего, про что, не знаю. Но мы не сильно вовлеклись в это, потому что нам сразу это показалось очень странным. Но я отменяю свое решение вообще участвовать в этом, то есть вообще ему позволить при нас заниматься этим ритуалом, согласиться остаться, смотреть на это, и возвращаю ему эти действия, пусть забирает. Недавно он мне позвонил, мы как бы так после этого общались раз там в год, два раза в год, но вот он недавно мне позвонил, мы очень долго не общались, и начал просить у меня денег, жалуясь на то, что у него какая-то там проблема возникла с домом, и ему срочно нужны деньги взаймы, чтобы он там этот дом как-то свой успел вытащить, чтобы банк не отобрал, и так далее. Ну, я ему отказала, потому что, вот я написала, да, за 30 минут разговора, он даже ни разу не спросил, как бы, ну, вообще, как я живу, что у меня, какие у меня там проблемы, вообще, как я себя чувствую. Ну, то есть, просто позвонил попросить денег, я отказала. Поэтому, понимаю, что если он, как бы, продолжает так себя вести, я должна остановить воздействие, которое до сих пор, видимо, какой-то крючок или зацепка есть во мне, которые, ну, притягивают его в мое пространство. Так что, отменяю наше знакомство и возвращаю все, все манипуляции, все негативное воздействие ему пусть забирает и убирается из моего пространства. Дальше, значит, я также, будучи в Австралии, познакомилась, опять, благодаря Кариму, познакомилась с такой женщиной Тимары, которая гадала на картах, занималась какими-то энергетическими такими вещами, сеансами, и я была у нее на сеансе. Тоже отменяю свое решение с ней знакомиться, общаться, делать с ней сеанс. Также отменяю поход на ее семинар, где она читала лекцию, там, как устроить свою жизнь и так далее. То есть я все это отменяю и убираю свое пространство. Потом, значит, был такой сон у меня после сеанса Лены с вами. Мы поговорили с ней, и как раз ее сеанс закончился на том, что возникли какие-то, потянулись какие-то, значит, ситуации из той поездки на Бернигмен. И в эту ночь мне приснился отец, это был как бы аватар отца, ну там, естественно, не он сам, но почему-то его фигура была очень такая большая, и он в виде какого-то, как божественная статуя, но он живой, только как в виде статуи какой-то, как какой-то там, не знаю, бог там. И я почему-то сильно ему поклонялась, то есть я вела себя очень так смиренно, очень даже так голову наклоняла во сне, и почему-то не проявила, ну, то есть не смогла проявить волю во сне, и отказаться от преклонения головы перед ним, то есть я ждала, что он меня как-то ну, чем-то дарит, какое-то слово скажет, похвалит, или что-то в этом роде, то есть я вместо этого, значит, я вижу, что он меня протягивает какой-то там мискус, и вроде как там сухие какие-то яблоки, которые там, ну, то ли объедки, то ли еще что-то. То есть я вот отменяю это воздействие, во-первых, хочу увидеть, что это, и отменить это воздействие. и в том сне, возвращаясь, проявляю волю и отказываюсь преклонять голову, ждать какого-то одобрения и ждать какой-то похвалы. так, еще, значит, я хочу четко увидеть, на какие крючки и зацепки цепляются неприятности в моем бизнесе, откуда идет воздействие и отменить это воздействие. Вот, но у меня есть еще у меня есть вот такой какой-то случай, сейчас просто как-то очень трудно идет работа, нам какие-то, нам ставят постоянно, мы работаем в Африке, в Анголе конкретно, и нам ставят, нам надо грузить, выгружать груза, мы работаем с рыболовными судами и грузим мороженую, рыбную продукцию, ее продаем или отправляем в другие страны, и нам вот сейчас устраивают очень большие такие проблемы, ну, мы разобрались практически, но нам все лето вставляли палки в колеса, не выписывали документы, боролись прямо с нами в открытую, то есть Министерство рыболовного хозяйства не выписывало документы, задерживало процессы, и мы очень сильно пострадали, потому что все простои, ну, корабли очень дорогие, мы потеряли много денег и пропустили груза, потому что рыболовные суда не могли продолжать ловить, выходить в море ловить из-за того, что их задержали. Я хочу разобраться, что такое, какие, ну, крючки, зацепки или какие-то программы у меня есть, почему в моем пространстве это произошло. И такая последняя ситуация, которую я вспомнила из детства, и хочу ее тоже озвучить обязательно сегодня. Это ситуация, когда я была, наверное, где-то лет 13 или 13 или 14, я не помню точно, но вот такое подростковое, ну, начало подросткового возраста, когда у нас шел, ну, уже Советский Союз как бы закончил свое существование, Литва получила независимость, ну, и так время такое было очень неспокойное, и, ну, как-то, может быть, я по телевизору или по радио какие-то новости слышала, и мне казалось, что все говорят о разрухе, о том, что, нету как-то единства и так далее, то есть я вот, ну, какие-то у меня были, видимо, чувства и желания, что я не понимала, почему люди не могут как-то, ну, объединившись, да, и договорившись, как-то сообща, опять заново что-то строить, заново что-то планировать вместе и так далее, то есть у меня была такая потребность написать письмо в редакцию, по-моему, журнала или Костер или что-то в этом роде, то есть там родители выписывали, короткое время, два журнала, я не помню, но Костер точно выписывали, такой он назывался для подростков, и я тогда написала в редакцию как бы письмо о том, что вот мы идем развалом, и надо всем объединяться и так далее, то есть какие-то такие выложила свои, ну, мысли, и это письмо я убрала, у меня был такой писемный стол, и я его убрала под столешницу, там было такое, ну, было место, куда можно было так секретно, скажем, временно спрятать, чтобы никто не нашел, но каким-то образом отец нашел это письмо и как бы отругал, что вот, ну, нельзя такие письма отправлять, он, видимо, испугался, что, не знаю, каким-то причинам, что якобы к нам семью там, может быть, придут и будут разбираться, что как будто тут какой-то коммунист или кто-то, да, то есть, ну, я сейчас так думаю, в общем, он забрал это письмо, порвал и как бы отругал, сказал, что, чтобы никакие такие письма больше я не писала, здесь самое главное в этой ситуации то, что у меня был как бы позыв или было желание и стремление как-то донести вот эту мысль объединения людей и намерения, ну, благое намерение, да, донести свое сообщение о том, что нам не нужно там конфликтовать, а нужно сообща вместе что-то строить, даже если что-то там, скажем, развалилось, вот, поэтому я хочу отменить свое решение, позволить отцу вторнуться в мое личное пространство, забрать мою личную вещь, вот это письмо, приказываемую вернуть это письмо мне и убираться из моего личного пространства, я забираю себе свою волю и свое намерение и призываю силы кармы на антимир, за вмешательство, отдаю отцу и антимиру все их негативные программы, очищаюсь и освобождаюсь. Дело в том, что мы не можем ему приказывать что-то делать, ты можешь отменить написание этого письма, ну, потому что, если подумать, почему все разваливается, из-за кого? все разваливается из-за людей, у которых негативная энергия, которые исповедуют какие-то другие ценности, чем строить, у них ценности это все разрушать, а ты понимаешь, а ты как бы думаешь, что все люди одинаковые, что с этими людьми, которые мир разрушают, они другого ничего делать не умеют, что с ними можно договориться, а проблема в том, что с ними договориться нельзя, вот, это, эти люди, если взять по отдельности, они ходят среди нас, их, ученые высчитывают, их приблизительно 10%, 10, в некоторых регионах до 20%, то есть, это люди, их называют социопаты, нарциссы, разного рода асоциальные личности, то есть, у них расстройство личности, они, скажем так, не умеют строить ничего, они умеют только разрушать, и совет психолога будет какой, ну, очень однозначный, о, ты живешь с этим человеком, с ним жить нельзя, а, у тебя на работе такой начальник, тебе нужно работу менять, а, у тебя подчиненный такой, просто его нужно уволить, то есть, с этими людьми нельзя никак контактировать, потому что они разрушают тех, с кем они общаются, и советский союз развалился, потому что он был построен этими людьми, то есть, но есть такой принцип, что если что-то бог не строил, ну, то это построенным быть не может, то есть, если это что-то противоречит конам вселенной, то оно тогда, ну, как бы ты его ни строил, оно не построится, потому что эти люди, они кучкуются, естественно, они же кучкуются, да, они, и это видно даже с детства, смотри, в классах, всегда найдется какая-то так и хочется сказать, стерва, которая будет на кого-то наговаривать, оговаривать, устраивать кому-то бойкот и так далее, то есть, есть такие, у меня, я много школ поменяла, но было только в одной школе, в одном классе, и то я была совсем еще, мы пятый, шестой класс учились, но это перенести было невозможно, она постоянно кому-то устраивала бойкоты, то есть, она, это человек, который с самого раннего детства вот проявляет все эти психопатические свойства, да, вот, то есть, изначально, конечно же, мы воспитаны, как говорится, в Советском Союзе, и была эта идея равенства людей навязана, да, то есть, захватнические войны, которые Советский Союз вел для того, чтобы расширяться, расширяться и расширяться, потому что, если взять, ну, захватили Зимний дворец, люди, меньшевики, которые назвали себя большевиками, то есть, они с самого начала уже врали, они это временное правительство просто обманули, и так дальше, все было построено с самого начала, на лжи, на репрессиях, и так дальше, то есть, а нам рассказывали совершенно другую картинку, о братстве всех народов, и так дальше, какие братства народов, если они Украину расчленили и кусочками ее добивали, я, к примеру, про Украину говорю, запрещали украинский язык, закрывали школы, мама всегда была на чеку, всегда боялась, что вот-вот приедет воронок, папу заберет, потому что папа был прямолинейный человек, то есть, он называл вещи своими именами, мама юлила, потому что мама как женщина, которая за детьми смотрела, маленькие, куча маленьких детей, ну и так дальше, то есть, понимаешь ситуацию, а сейчас сказать, папа, ты этого не делай, он против тебя как будто бы ничего и не делал, но ты можешь отменить это письмо, писать его, не хочешь? Мне просто вот сам факт, что вот он нашел то, что я написала, мне нисколько смысл самого письма, я не вкладываю смысл в само письмо, мне вот задевает тот факт, что он нашел нечто, что было, принадлежало только мне, я не была, я ему не показывала, я не хотела с ним делиться, он как бы нашел, залез в мой там секретный такой, ну в это секретное место, вытащил и еще отругал за это, вот этот факт. это понятно, но он имеет право, каждый имеет право делать все, что он хочет, даже самые плохие гадости, мы не имеем права вмешиваться, потому что если мы будем вмешиваться точно так же, как он вмешался, вот подумай, понимаешь, то есть мы не имеем права ему приказывать, так и происходит в мире все, каждый проявляет себя по-своему, а мы должны найти ту зацепку, вот, самое главное, а может как раз в этом письме находится, ну давай посмотрим эту ситуацию, как она развернется и что можно сделать, то есть во время сеанса, да? да. Потому что, как говорится, мнения разошлись, что можно сделать, вот, а давай посмотрим, вот как это выглядит на эфирном плане и что можно там сделать. Хорошо. Потому что, ну, совсем другое дело с колдунами, что колдуны делают, ну вот как этот Карим, да, Карим его зовут, он, у него были какие-то скрытые мотивы, он вас вовлек, то есть каким-то обманным путем вы там присутствовали и он что-то сделал, начал сжечь эту траву с целью, зачем, оболванить, что ли, ну, естественно, что запахи трав специально используются вот для этой цели, чтобы человек, вытащить из человека какие-то его секреты. вот, да, да, то есть здесь все понятно с этим, вот, а с этим, ну, давай посмотрим, потому что папа, как бы, да, он понасильничал, естественно, но он же отец. вариант как такое что творилось, ужас такой, особенно после развала, да, там, 0, это бандитизм, попробуй, чай, шаг влево, шаг вправо. со стороны государства, что было, теракты, да, то есть дома взрывали, в школе, в Беслане устроили когибисты эту бойню и так дальше, то есть они ни перед чем не останавливались, естественно, что папа боялся, потому что девочки, дети в пространстве родителей находятся, вы еще маленькие были, то есть как бы папа ничего плохого может быть и не сделал, ну, может только то, что залез в тумбочку или куда-то там в стол. Да, не объяснил, не поговорил там теплого отношения, которое должен был проявить, объяснить, почему он так это делает. Ну, как он может это сделать сейчас, то есть мы с ним не работаем, заставлять его не будем, потому что карма нам не нужна, то есть вместо того, чтобы влиять на кого-то, потому что это эзотерический подход, влиять на кого-то, то есть повлиять на пространство внешнее для того, чтобы что-то изменилось во мне, это чисто эзотерический подход. Работает все наоборот, то есть посмотреть, а что тебя побудило написать это, то есть разобраться изнутри, может ты перехочешь писать это письмо, потому что папа есть такой, какой он есть. То есть, ну, конечно, у тебя там заложилась обида, тебе на эту ситуацию, на его вторжение обидно, что-то ты какую-то свою часть там потеряла, так нужно посмотреть, что же ты потеряла, то есть какое чувство ты там чувствовала, что ты негативного получила. То есть это даже можно визуально представлять, вот по линии горизонта все, что выше, это наши чувства, скажем так, человеческие, позитивные, которые мы испытываем, но то, что ниже, да, это уже как бы не из нашего пространства. И когда мы теряем вот это что-то у себя, выше горизонта, скажем так, то святое место пустым не бывает, перекатывается к нам что-то, то есть, а как мы можем отследить, а что? А что я тогда почувствовала? Да. Да, например, ненависть к отцу за то, что он сделал. Ненависть это чувство, оно не из нашего, скажем так, порядка вообще. То есть, а что я потеряла? А что я потеряла? Чувство защищенности, надежности, что я потеряла? То есть, да, ну, доверие, что как бы... правильно, потому что папа это мужчина, а мужчина, мы ждем от мужчины надежности в первую очередь. Человек, который всегда будет нас охранять, который не предаст, то есть, чувство предательства, ненадежности, это что такое? Да, то есть, вот, и нужно разобраться именно в этой ситуации, чтобы понять, что же произошло, и посмотреть, каким же образом это мы можем... то есть, это ты будешь, твое решение будет. А я просто буду смотреть, что будет происходить. Насформировать эту ситуацию мне? Да, да, да. Хорошо. Хорошо? Интересно. Ну, это так работает, да, потому что помахать там мечом, понакрывать какими-то энергиями, что-то кому-то приказать, это естественно можно, в эфирном пространстве можно все. Вопрос, а чем это обернется? Потому что, как говорится, хочем ли мы карму получить? Или оно нам не надо? Нет, карма нам не нужна, чужая карма не нужна. Ну да, то есть нужно, смотри, я вот даже сейчас вижу вот эту прямо, ну прямо, прямую связь между этим случаем и тем случаем, что смотри, ты приложила максимум усилий для того, чтобы соблазнить свою сестру, даже крупную сумму денег заплатила за то, чтобы завлечь ее в этот Burning Man, Burning Man, да, в эту ситуацию. я лично сейчас даже вижу эту прямую связь, то есть нужно разобраться, что ты получила от, скажем так, от антимира, что ты потеряла, какие энергии пришли, потому что оно же притягивается, все ситуации притягиваются к нам на уже имеющиеся в нас соответствующие энергии. То есть вопрос, если ты разберешься, что же произошло в тот момент с тобой, тогда ты развяжешь и ту ситуацию и уберешь этот магнит, который постоянно притягивает какое-то предательство, ненадежность и каких-то партнеров, не таких, еще что-то, еще что-то. Множество разных причин может держаться на одном каком-то случае. Поэтому когда мы эту связь, находим вот эту связь, осознаем, потому что осознание это путь к исцелению нашей души, нашего пространства. Тогда мы убираем этот магнит, этот крючок и зацепку, как мы говорим, и таким образом освобождаемся от этого магнетизма. Понятно, да? Да. Тогда однозначно хочу разобраться с этой ситуацией, посмотреть, увидеть, что я почувствовала, почему во мне это чувство появилось. А вот как ты отреагировала? Вот как ты тогда, вспомни сейчас, зайди в туалет. Я рассердилась. В первую очередь я разозлилась, я рассердилась. Какие чувства на тебя нахлынули? Что ты почувствовала? Вспомни. Каким словом ты бы это назвала? Одним словом? Ну, предательство, наверное, да. предательство. Я разозлилась, что он нашел, как будто из-под тяжка, как предательство. Другого слова, более точное. Это оно. Оля, вот этот сеанс с Таймарой, что это было за сеанс? Вкратце. Сеанс, процесс, ну, как будто погружение в гипноз, и она говорила, что представить. Я уже так смутно помню. Надо было что-то представить, какие-то волны, какие-то например, волны, какие-то там цвета, по-моему, как они укутывают, там что-то такое. вот. И да, виде, как сеанс гипноза, только не глубокого, а хорошо, я понял. Как ее зовут? Теймара. Теймара. А когда это было? В 19-м году. В 19-м году. А цель? С какой-то погружение? Это погружение. Я шла разбираться, я шла разбираться с, ну, как бы все завязано было, получить уверенность, повысить самооценку, стать успешной, ну, вот такое. Стало? Я считаю, что я встала, но не потому, а потому, что я пришла к вам, Вика, и отработала. То есть сейчас я чувствую себя после первого, второго сеанса и уверенной, и самоценность свою чувствую, и я понимаю ответственность за какие-то вот события, там, скажем, негативного порядка. Но я знаю, что я их преодолею, я знаю, что есть путь четкий, что я смогу, что я, ну, то есть у меня уверенность появилась благодаря работе с вами, а не там. Ну, правильно, потому что... А там нет, там такой был эффект, просто чисто, как бы, знаете, вот, когда тебе в уши нальют, что вот она там вся такая, ну, работает со знаменитостями, она там выступает, ездит, и так далее. вот опять-таки это воздействие магии, когда ты проникаешься на ложную информацию и начинаешь ей верить. Ну, то, что ты уже сказала, что она говорит, что тебе представлять, это уже должно насторожить, потому что это так работают гипнотизеры, да, то есть навязывание их воли человеку, вместо того, чтобы рассматривать, что происходит, и помочь человеку самому разобрать эти какие-то ситуации и понять, что же там произошло, чтобы получить вот эту энергию озарения. Вот эта энергия, это как раз ключ к исцелению, потому что озарение, это понимание, что же произошло тогда на самом деле. То есть увидеть глубину события, истинную причину события, а не рассказывать пойди туда, сделай то. Мы видели, уже они разгребали такие завалы, то есть очень много регрессологов, которые понятия не имеют, как это работает, используют гипнотические вот эти приемы, которые очень негативно работают, потому что они не развязывают, не распутывают ситуацию, а наоборот еще усугубляют. Потому что узелочек, вот морской узел, вот он завязан. Чтобы его развязать, то нужно понимать, как он был завязан, что там произошло, куда эти ниточки, веревочки пошли, с чего это началось, то есть развязать это в обратном порядке, понять, как это все работает. И тогда, когда он развязан, тогда мы получаем эти веревочки по отдельности. Вот одна тебе, а вот тебе вторая. Виктория, ты в эфирном пространстве. Хорошо, что ты видишь? А я вижу, как фигура. Как женская фигура тащит вот этот глаз, который я видела в начале, она как будто бы верхнее веко, оно разорвано. И одна половина в секторе интерферентов, а другая в секторе магии. И эта фигура как будто бы стоит на зрачке и тащит это в кучу. Это эти полоски верхние, как века. А рассчитывается это как ну вот как ласта. Ланька, разберем в секторе отсоединяясь от этой ситуации. Значит, три, найдем эфирное пространство, эфирное тело Олеги. Один, два, три. Да, она идет, ну, как бы плывет, такое сияние идет от нее, такие лучи. а здесь вот здесь в голове как будто бы внутри что-то темное, вот какой-то как свиток какой-то и от этого чего-то сектор магии тянется подключка и в секторе магии вот этот сверточек как будто бы бумажка такая скомканная. Кто-то берет и ее так вот разворачивает. Так, это мы вернемся. Что, Виктория, отдвинь эту ситуацию. Да. Читая эфирные ДНК, Оле, она ли это? Да, это она. Спроси у нее разрешение потрудиться с ней для нее. Она разрешает. Кто это разворачивает свиток или что это такое в секторе магии? Кто он приказываем проявить согласно физической ДНК, отвечать, кто он такой? Я вижу, что это, но он говорит, что он ее папа. И я вижу, что он вот так как-то нагнулся и рукой вот так как будто бы из столешницы сверху достает. Этот листок приказывает вам папе отвечать, что он делает в пространстве Оля? Он говорит, что он читает говорит ее бредни от этого письма вот на уровне вот где-то мне идет талии. Это коричневый коричневый такой цвет появляется. там то есть где-то вот здесь там где поджелудочная и потом уходит эта энергия в сектор интерферентов. интерферентов. Считывается, что вот так идет, она подключилась к разъяренному гнезду ос в секторе интерферентов, как будто бы такое гнездо с такими осами. я вижу это движение, но вижу, что это выглядит как будто кто-то что-то тянет, вытягивает. Снова этот образ как фигура человеческая тянет, стягивает как бы скажем энергии с магией и энергии с интерферентов и как бы в одно целое. И как бы хочет это разорванное соединить. Кто это тянет, приказываем проявить согласно его эфирным ДНК. А я слышу встроенная конфузия или контузия. И так, сейчас я посмотрю, что это за пространство такое. Это шаблон мышления, то есть это как эгрегориальная структура. Я слышу психосоматический процессор. Он находится одновременно в пространстве Оли и в энергоинформационном пространстве. Я слышу мы зрительно общим, то есть всего человечества. Посмотрим, когда Ольга впервые подключилась к этому шаблону мышления. Ну, смотри, нужно понять сначала, как она подсоединилась в этот момент. Давай посмотрим. Чтобы не перескакивать. Шаблон мышления. Потому что она как бы подключилась в этот момент. К разъяренному гнезду, как оно выглядел, Когда это произошло. То есть шаблоны мышления, которые как бы уже настроены, существуют в пространстве. И люди, имея какие-то свои убеждения, блоки и свой опыт негативный, они встраиваются сами в эти, ну, так и считывается, гнездо. Оно идет как, ну, в электрических сетях тоже есть такое понятие, там, как гнездо, ну, еще что-то. Вот это оно так и встраивание. Да, да. Как бы подключиться. Когда оно там подключилось, это разговор с отцом или письмо, когда этот момент был? Я сейчас рассмотрю на уровне, что почувствовала. Комментарь карты. Я то идет вот это увидела, ключевой момент, увидела, она как будто бы вбежала в комнату, как будто бы вот так встала в проеме двери, который ее этот проем как рамка зафиксировал. И она вот так смотрит. Я вижу, что это подстроенная ситуация, потому что этот взгляд, ну, энергия просто черная, магическая. она пошла через отца, то есть идет, я слышу волнение, то есть волны вот эти через отца. Так, это она вошла, увидела, что отец читает ее письмо? Я не знаю, вошла ли она, потому что я вижу, что она уже стоит. Я просто говорю, что вот такое движение, как будто ее кто-то втолкнул в эту рамку и зафиксировал руки, вот эта черная энергия. И здесь я слышу протокол презрения, протокол презрения. Так, что это презрение, что это такое? Что это за программа? Это программа, которые идут через отца. презреть, что это я сейчас с ним поговорю. Как его зовут? Имени вообще не идет. Сейчас Оля напишет, я скажу. Борис его зовут. Сейчас я, потому что он как сплошная программа. когда я даже смотрю, то он считывается как безличностная сфера. То есть человек набор программ, которые действуют, он считывается как обслуживающий программы. я спрашиваю, Борис ли его зовут. А он так говорит, Борис, Борис. Что это за программа, протокол презрения? презреть, это в том смысле считывается, что как будто пренебречь. презреть, пренебречь. Я слышу благодатью. И я вижу, как часть Оли попала в это гнездо образное. В это гнездо ее как будто бы толкнуло, как будто бы током ударило. Просто спиной вот так как будто бы спиной удар в сердечную чакру, как черный такой. Считывается вот как у комара этот хобот такой. Вот она получила как будто бы удар таким хоботом и вот просто распласталась там в этом пространстве. А из сердечной чакры этот хобот как бы продолжает питаться ее. Так, чей-то хобот приказывает проявить согласно эфирной ДНК. Так, он проходит через отца. Отец выступает в роли предателя, в роли вот марионетки. Ну, когда я на него смотрю, то он считывается как обслуживающий персонал, который как будто бы нажимает на какие-то клавиши в этой всей системе. и через него, так, через сектор магии оно стягивается вместе уже вот так внизу в секторе интерферента. Приказываю проявиться, кто находится в секторе интерферента согласно эфирной ДНК. Появляется, считывается гнездо, а я вижу этот глаз, то есть как будто бы черным таким мазком, как будто кистью такой широкой нарисован черный глаз, а верхняя века как будто бы разорвана. А она, Коля, вот там стоит и сейчас я вижу, считывается как связующее звено. Что значит это держит верхнее в верхнее веко. Она делает я слышу целостным. Сейчас я посмотрю, что это за эгрегор, что это такое. Считывается, что это конструкция разума сатанаила, что он как бы презрел право свободы, и такая труба пошла, как будто бы бетонная вниз, серая какая-то от этого глаза. я приказываю хозяина его проявиться. Это конструкция презрения, свободы воли, свободы выбора, выбора человека. вот отец нарушил свободу выбора своего ребенка. и до этого был встроен в эту конструкцию, а в этот момент он как бы подключил и свою она так и идет девочку, то есть своего ребенка, как бы через это предательство он и ее подключил в эту систему, я слышу, госнадзора. Так, а что это за государство такое? Что это за госнадзор? Ну, она находится в секторе интерферентов и выглядит как такое дерево с такими ветками, и такая ветка большая пошла в сектор магии и считывается родители-предатели и эта ветка с такими какими-то фотографиями. Ну, это как антипод или антипод древа жизни, скажем так, или генеалогического древа родового, только это люциферианская, скажем так, проекция негативных этих программ, то есть это как теневая сторона родовых программ, это родовое древо, генеалогия, разрушение, вот так идет, а корни туда уходят, то есть это древо жизни, а это получается древо смерти. Да, это как психология, это называется как ложная, ну, психологи говорят это, ну, как, они говорят, вот есть истинная я, а есть ложная я, ложная я, это типа эти программы, убеждения, вот эти, все это негативное, чужое, основанное на лжи, но я вижу, что как бы не хотелось, то духовную составляющую как бы нельзя исключать, потому что есть всему начало, и когда мы это разбираем до самого основания, вот тогда это разрушается до основания. Давай, Виктория, посмотрим вот эту конструкцию презрения свободы, этот глаз с этими ресницами разберем, что есть, что. Ну, вот она там стоит, это как связующее звено, то есть она получает этот удар предателем, то есть всегда выступает человек на уровне физики, скажем, это работает как духи, бесплотные духи, то есть сущности, духовные сущности, которые побуждают. да, то есть они используют человека, то есть руками человека, я буквально это вижу, как будто ее отец в розетку втыкивает штекер или что-то, то есть всегда используют человека предателя, скажем так, и так работают эти родовые программы, а корни уходят, я слышу, там окутывают, я слышу, мир изобилия, а чего изобилия, и это древо, вот так, оно корявое, одностороннее, вот, имеет с одной стороны вот эту гнездо, а с другой стороны эту, как рука, одна ветка только в сектор магии, а корни будто бы стоят на таком сияющем шаре, это считывается мир изобилия, и сейчас я посмотрю, это сияет, это пространство сияет, считывается, я смотрю и слышу, прям считывается мир изобилия, изобилия, что там сияет, это как драгоценности, как монеты, считываются потерянные души, и я сейчас посмотрю, когда они, когда какая-то потерянная частица души потерялась, где там есть потерянные души, Ольги, давай посмотрим, я вижу, что там оно выглядит как толчки, так и идет толчки, как будто бы ее в сердечную чакру, вот этим хоботом, много раз так тук-тук-тук-тук, то есть идут подготовительные моменты, и потом самый мощный удар, то есть меньше-меньше, ну меньше, потом больше-больше-больше, ну как бы в обратном порядке, а потом тук, и эта вся цепочка посыпалась туда тех событий, когда она испытывала похожие чувства, но как бы не до конца это было этот удар сделан, и она почувствовала в этот момент, я вижу вот это, что мы разбираем, это не первый случай, это ярость, она почувствовала самую, ну как я вот сказала, в начале мне это шло уже, что ненависть, да, ярость, она почувствовала ярость, потому что она с одной стороны хотела себя защитить, с другой стороны обида, как он так мог, то есть чувство предательства, и была выделена эта энергия, чтобы разрушить эту ситуацию, но ее это сияющая энергия, благополучие, то есть вот это ее божественная душа, вот так просто стекла, вниз, в эти корни, которые вот так как щупальца черные, они буквально считываются как пальцы с когтями, вот так вот. это потому, что она почувствовала, что отец сильнее, или? Нет, она почувствовала предательство, а вот это чувство ярости, это как толчок движения, но ярость, это же негативное чувство, вот, поэтому ее толкнуло это чувство вниз, вот, там, где это древо питается, а там другие души потерянные, они как в таком котле плавают, а это дерево сейчас питается, питается, там потерянные души рода, вот и папа, и мама, дедушки, бабушки, все-все, которые подключены к этому эгрегору, да, вот это темная сторона, это негативное, вот это как завязанные, как это программы, которые передаются, стереотипы поведенческие, которые передаются с рода в род, с поколения в поколение, если человек, естественно, не образумится и не прекратит повторять эти стереотипы. Давай посмотрим, что частичка души Оля делает в этом эгрегоре, чем он там занимается. Она сидит там и читает, и говорит, что она читает письмо, а я спрашиваю, кому письмо? И она берет это письмо вот так, оно такое скомканное, и вот так его расстилает и говорит, что она написала письмо, говорит, своему брату. А я спрашиваю, кто ее брат? Она говорит, он меня позвал. я вижу, как из корней, которые еще ниже пошли, как такие лохматые веревочки. Она эти черные энергии почему-то называет брата. Я спрашиваю, кто ее брат? И слышу такой шепот. И он так вот показывает, там еще в более низком пространстве находится как будто бы семечко. И он его вот так приоткрывает, как будто бы фасолинка такая. И он ее вот так приоткрывает и заманивает, показывает. Это как жемчужинка там такая. Но считывается, что это жемчужинка вот как фасолька имеет росточек внутри. Вот точно так же. и там такой зеленый росточек. есть там считывается, что это жемчужина как бы скрывает вот этот потенциал. Вот это зеленое дерево, которое буквально как будто бы растет. А он? А это кто? Чей это потенциал? Это потенциал Оли. Это ее частица там. А кто вот этот черный? заманивает приказы ему называться? Кто он такой? Он почему-то братом себя называет? Приказывает ему брату принять форму истины согласно его эфирной ДНК. Я вижу, что он выглядит человекоподобная фигура и у него такая странная какая-то как фуражка на голове. Он говорит, что он старший брат. Грегор коммунизма. с таким длинным хвостом. И когда я смотрю, он вообще на рептилию похож. У него лапы такие огромные, как у недозавра, как у курицы с такими когтями. И вижу, что и руки такие. И когда я на него смотрю, то этот костюмчик начинает на нем лопать, пуговицы отстегиваются, как будто бы, а он начинает как бы вырастать с этого костюмчика. И морда такая, как динозавр. И его так тянет еще ниже. эгрегор коммунизма. А он то есть ее вот эта энергия, этот росточек его как бы удерживал на этой я слышу петли времени вот этот как корешок да и когда она посмотрела туда вот я смотрю то ее энергия прорастает как зеленое как живое и и уходит а он обрывается потому что не на чем держаться больше обрывается его нистово тянет как магнитом вниз так и он как будто шмякнулся и упал сейчас я давай посмотрим кто главный хозяин этого этой конструкции родовое древо это все представляет собой в совокупности этот глаз госнадзор скажем так который как раз и которого как раз папа и боялся да то есть он как бы из лучших побуждений но не знал как правильно он пошел как по этим программам вот кто там главный хозяин этого игры город приказа править согласно эфирной рынка как змея как будто между пластами породы ползет и в голове у этой змеи что-то сияющее есть я вижу что вот эта черная штука которая у оли вот здесь это как то что принадлежит этой змеи а это змея имеет в голове энергию оли вот ее сияющую она вот так там сидит и плачет вот разочарование от глубокой травмы коленки вот так обнимает и плачет у нее глубокое разочарование а это змея я приказываю ему назваться кто он появляется уже это змея вот так как будто бы в голове а это стоит еще ниже крылья опущены и течет как будто бы гниет считается люцифер источник страданий там как гниет все течет с него и он все время хватает вот оля как будто хочет оттуда вот это выйти вверх а он как будто хватает это хватает вниз и я слышу я посмотрела как он это хватает и вот я слышу корабли и вижу как это его рука а вот здесь где локоть у него корабли стоят что это за корабли такие а это вот эта ситуация вот эти все ситуации которыми которыми он удерживает олю тех низко вибрационных пространствах и в этих эгрегориальных структурах но это на работе которые да 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 то есть эти препятствия так вот этот потенциал которым заманивали олю когда она его потеряла а сейчас скажи мне точнее что ты имеешь ввиду куда мне подняться потому что я вижу вот эту всю структуру да это семечко которое приоткрыл этот брат которым он заманивал он он заманивал да вот этот самый потенциал заман замаливает да когда вот этот потенциал оля потеряла или отдала где этот случай вот этот случай он ее заманивает он побуждает написать это письмо вижу она написала и такой листочек он такой нарочито такой чистый как будто бы плоский такой и не такой как раньше был вот пожмаканы и она его вот окраска будто бы под стол под столешницу вот куда-то положила засунула вот так она вот это сделала и вот так стоит почему-то рука у нее сзади вот так пальцы и она как будто постесняется вот так как-то стоит покручивается туда-сюда рассчитывается что проглотила наживку там какой-то договор какой договор давай посмотрим договор с этим эгрегором который вот снимает эту шапку чекистскую коммунистический фантом когда это договор был заключен когда я слышу она предложила смириться или помириться а смириться и я вижу этот сон снова вот проявился этот сон который она видела в виде папы который как истукан а она ему кланяется а он ей показывает дает такую миску а там как какая-то засохшая то ли косточка обглоданная то ли как из яблока из яблока вот этот кочерыжка как будто бы и кто-то съел и вот с одной стороны такая черная а с другой еще чуть-чуть и этого мякоти есть и прогресс огрызок и он ей как будто бы вот в живот вот именно сюда где я раньше увидела просто вот так тыкает эту металлическую тарелку она стоит и так ему кланяется и считывается опять я слышу диффузия то есть произошла диффузия есть какое-то реальное событие связано с этим сном когда она предложила смириться это реальное событие это то событие когда она написала это письмо примирение и когда я это вижу то это письмо вдруг выходит из-под этого стола становится таким огромным шаром а этот огромный какой-то кракозябр типа в костюмчике динозавр он сильно начинает уменьшаться и в этот момент я вижу как это зернышко вот так ух лопает ее энергия оттуда выходит как как истинное древо как она зеленая как росток такой который быстро быстро вот так такая волна растет и считывается как зеленый цвет вижу и она поднимается вверх я передаю и она вот так берет как будто бы погладила эту плачущую девочку там обиженную и я вижу как эта девочка встает и вот этот черный как хобот в конце такая как болванка такая и она это вот так отворачивает и поднимается вверх я вижу как и сердечной чакры вот как в сердечную чакру возвращается ее энергия и считывается живой потенциал и когда это сделалось то вот это черное древо она вот так сложилось она начала уходить и как будто бы наоборот складывается и вот так вот и уходит я передаю оле чтобы она выталкивала все чужеродные энергии поднималась сверху вернула все частицы туши от самого начала и вот она эти бусинки которые были перед этим те случаи когда папа вел аналогичным образом только не готов проявлено до на их собирает я передаю ей чтобы она их я слышу про дезинфицировала я передаю чтобы она отделила чужеродные примеси любых энергий и наполнялась собственными энергиями жизни гармонии достатка счастья и я вижу как она берет и рвет это письмо я ей передаю спрашиваю что она хочет делать она говорит что она не хочет мириться а с эгрегором власти называет этот эгрегор власти петухом я спросила почему и она показывает что он как будто бы лапами с одной стороны держит человека вот как будто бы захватил а другой а головой вот так клюет как в теме чко и я передаю поле чтобы она освободилась полностью от всех привязок к этим эгрегором я вижу как вот эта черная такая какая-то смешанная масса вот вот здесь из головы и она вот тоже как будто бы это письмо черная скомканная этот комок он уходит я слышу там одобрение власти вот ну фактически одобрение власти дьявола вот и вдруг ее энергия возвращается я и передаю чтобы она вернула как-то вот так где и и такие огромные шары образуются и вот так шуру между руками такой как как будто шлейф такой вот она что смотри целостность какая то есть она с его свое мировоззрение мы говорим мировоззрение как человек воспринимает мир она возвращает себе и я вижу она вот там где стояла в этой конструкции она вот так сделала руками выходит вверх а этот глаз который держался на ней он свист шмакался и уходит она возвращает ее целостность гармонию я и передаю чтобы она я слышу улечила отца в предвзятости к ней да она ему показывает то есть она с ним как бы ругается я вижу она достает это письмо и рассказывает ему что он не так делает и я вижу как эти программы на которые они вы выглядят как какой-то клавесина но так еще и звучит как клавесин где он нажимал на соответствующие кнопки чтобы подыгрывать этому эгрегору и когда она ему это говорит ну так очень авторитетно скажем то эта конструкция разрушается и отец его душа с этой ситуации тоже освобождается и выходит выглядит как эта русалка как длинный хвост который тянется я передаю чтобы она полностью убрала все подвязки привязки подключки к отцу к этому родовому негативному древу и уничтожила его в ее личном и общем пространстве забрала пусть она через эти каналы передаст общий эгрегор родовых программ ее решение освободиться и ее опыт освобождения чтобы каждая живая душа проделывала тот же путь и я вижу она в так руки поднимает и говорит я освободилась и ты сможешь и у нее вот так из рук вот здесь как будто такие коммунисты рисовали такие как будто бы человек стоит и разрывает путы цепи но эти цепи это же конечно ложь они типа благодаря коммунистической этой идеологии но это же ложь то то есть вот и у нее эти цепи падают она поднимается вверх и когда она поднялась вверх такое я ожидала что сейчас что-то хорошее произойдет она так вот был какому-то такому как потолок черный потолок который вот я вижу вот так с правой стороны такой шлейф идет сектор магии а там кто-то деньги считает просто такие зеленые доллары вот так сидит такая фигура мужчина и так считает деньги и записывает ну подсчитывает как будто бы на таком но сейчас так не пользуется но эти косточки такие счеты о каком сектором по ментальной карте в секторе магии находится это карим сначала это имя звучало как-то по-другому той кае вот так а сейчас я слышу приказы этому карим отвечаю что он делает пространстве ольги он говорит что он ее облапашивает но обманывает каким образом он это делает он говорит что он ей предложил заведомо провальную историю что это за история о чем он говорит я вижу что вот где-то на уровне тоже вот так где-то талии но там где родовые всех ну по психосоматике там родовые программы там он как будто бы нагнулся и что-то над столом именно над столом как будто бы столик такой низенький но как журнальный столик и он над этим столом что-то приготавливает окна гнулся эти программы у него как будто бы какая-то часть его отсоединяется и становится такая как маленькая и маленькая как колдун черный ну-ка гном шапочка такая и смотрит под стол а под столом он видит я слышу письмо в коммунистическую партию на это притянулся да а сверху он я вижу я сейчас его цапнула вот так рукой и спрашивая что он делает надо не а он говорит что он хочет выводить информацию и вижу такой пучок травы и это от этой травы идет такой какой-то я слышу смрад который вот именно в нос где олимпическая система там где считывание эфирного днк энергии происходит мы вчера это увидели на сеансе как происходит считывание эфирного днк как ген информации влияет на человека из провоцирует аналогичное действие и вот вижу как такой черный вот здесь это связано вот здесь центр психосоматики не так идет здесь идет вот и слышу системы да и здесь он он устроил здесь лаборатории лабораторию гипноза то есть вот эти а там идет сразу как привязка к тем событиям на которые это все привязалось я спрашиваю его что он хочет выудить а а он говорит что он ищет контракт именно контракт я спрашиваю не тот ли контракт который и показываю это этот росток который вырос и он так испугался а я все это замораживаю я его заморозил и сейчас я смотрю что он делает секторе магии где он сидит там деньги считает и я вижу такую там где он сидит такая как какое-то пустынное место это путешествие в америку там эти горы такие такая пустыня и этот карнавал бернер кмин так это значит он заманил нам да хорошо видит то ли эту ситуацию с этим задымлением с его воздействием да она видит я вижу что через этот дым он в первую очередь он пытался а я сейчас зайду на физику и посмотрю а вот они сидят они сидят как будто бы на диване и вот так руки положили на колени обе сидят и пересматриваются между собой я вижу оля она вот так сидит так вдруг раз правым глазом вот так смотрит и и прямо смотрит вот туда где ее эти частицы души были потеряны то что мы смотрели и она там это увидела то есть на уровне подсознания она знала что происходит но так себе там сидела сейчас ее с ней поговорю я ее спросила что она чувствует а она говорит что она чувствует что ее ее хотят обмануть и что-то мне написала и говорит что у него в носу говорит инфекция я спросила ее какая инфекция и вижу что по отношению уже к нему он как одержим этим духом этим крокодилом она считывается как эгрегор мародерство но она как будто бы посмотрела и поставила такую как барьер хорошо передали что я так что она не отдала ему ее чтение и и энергия вот так она как бы свой разум за закрыла прошел так и рациональный хочет отменить это знакомство с этим каримом и взаимодействие так сейчас нужно пусть она отменит эту поездку на обернен в эту пусть она эти деньги заберет я вижу какие зеленые бумажки эти доллары они возвращаются к ней я ей передаю чтобы она приказывала ему убирать его ложь и здесь вдруг появляется какая-то картинка то есть это уходит и в секторе магии как будто бы а вот с ним плывет в лодке по такому но так как было то как будто бы но красивая и такие лотоса вести розовые и вдруг она этот розовый лотос один он как будто бы дает ей лотос и она так вдыхает его и этот лотос вот так и и как бы обворачивать ну вообще как бы закрывает все лицо так что это такое золотос это есть на физическом это в эфирном плане я вижу что на физике происходило что на физике происходило этот момент соответствующий этому моменту так кто-то стоит и вот так рукой до дерево дотронулся дерево может это на на эфирном плане сейчас я посмотрю кто а это оля то есть эти программы родовые ее туда подтолкнули на это знакомство с ним потому что эти программы уже я слышу уже были за гипотетически или потенциал был такой чтобы она вот поехала на это мероприятие чтобы она потеряла эти деньги и оставила эту фотографию мама где-то на как будто бы ее засунула куда-то да ну там на этот конструкцию деревянную которую сожгли там не вставил рациональ ольги отказывается оставлять эту информацию эту фотографию на этом деле на этом я вижу как оля посчитала деньги они к ней вот так пришли она в пачку положила к себе и расторгает контракт я слышу о нанесении увечий ей и ее сестре и в этот момент с ее как будто бы такая шкура крокодила зеленая темно-зеленая вот так отваливается рассчитывается энергетический балласт и там этот глаз как живой рептильный глаз тоже отваливается и как кожа и она бы так просто как будто из скафандра выходит а кожа толстая такая я передаю чтобы поля и и я вижу она выходит с этой лодки а это с лотос мне интересно что он символизирует розовый я слышу подмена понятий подмена любви то есть он как бы вот это внешняя приятность и вот он пытался показаться приятным она это восприняла как искреннюю заботу так и я говорю передаю есть что этот человек он находится в секторе магии этот карим на может приказать ему если хочет я вижу как она бьет его этим цветком этим лотосом и вдруг этот лотос он растет буквально из сектора интерферентов и на его так по мордам бьет туда 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 вот так вот с разных сторон вот и эта лодка переворачивается вдруг я это все болото в тот портал откуда он вышел прям за булькала так уходит и я вижу как она берет вот так какого-то как будто бы сгребает сено или солома какие-то палки и там как будто этот человек фигура человека большая этого берлина то есть этого горящего человека она тоже туда в тот портал к ним уже и засовывает поднимается вверх считывается как голубь голубь мира просто как голубка поднимается вверх и энергосфере вот считывается эти энергии гол голубя когда я смотрю отдельно на какие-то части это вот в каждом у нее вот так интересно это я очень близко почему-то к ней приблизилась и мне интересно рассмотреть я смотрю что ее энергосфера выглядит так что вот именно с правой стороны вот эти голубки эти голуби они вот так голубь а я смотрю а он как будто бы вот с ее пространство идет такой портальчик прозрачный здесь 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 вот где правая нога вот это все таких дырочках импина как лотос это сердцевина лотоса да она имеет такие вот отверстия и вот это сердцевина лотоса у нее как будто вот с правой стороны и на каждой на каждом этом отверстии вот этот голубь и ее лицо потом рассчитывается это фальшивка фальшивка это фальшивое представление о о мире так вот оно что это ее фальшивое представление о содружестве о мирном сосуществовании это то что мне сразу пришло вот я вижу она вот эта коллаборация со злом да потому что зло нужно отделить как говорится и не щадить его то есть по принципу живи как хочешь только подальше от меня а потому что если каждая от отвергнет зло то терроризм насилие все исчезнет хорошо вот это миропонимание ложное когда появилась у нее в пространстве впервые ну вот когда она писала это письмо и я вижу что это выглядит как будто бы она не сделала много самолетиков бумажным письма как письма и вот так напустила их и эти самолетики вдруг превращаются в секторе магии кораблями я слышу застой так как раз вот эта связь между этими событиями и я вижу она вот это письмо берет этот самолетик один и вот так правой рукой и он вот здесь где сектор принятия решений а на этом самолетики такие привязочки такие много много таких и прямо считывается смотрю на эти привязочки а там кара кораблики и корабли большие корабли сухогрузы называются и они вот так висят на этих ниточках куда эти ниточки тянутся к ее решению написать это письмо в этот журнал и вдруг появляется секторе магии журнал глянцевый такой и она его так берет рассматривает и и я вижу она переворачивает письма и там написано в этом коммунистическая идеология что означает коммунистическая это коммуна то есть совместить таки идет праведное с неправедным то есть вот эта коллаборация то есть захватить разума и чистые разума для продвижения темных то есть коллаборации вот это чтобы эти я слышу чтобы взрастить древо смерти дефузию туда чтобы эти темные имели возможность вот так как по ступенькам вот и вижу идти продвигаться а светлые души наоборот ну святое место пустым не бывает наоборот чтобы погибали а темные чтобы жили что вы ли хочет сделать с этим журналом с этой системой или что она его сжигает она его сжигает и в секторе интерферентов возле правой ноги этот мэн горит ну вот это на горящий человек он горит а внутри этого как будто сооружение деревянные палки какие-то из солома то внутри корчится как будто бы больно такой черный силуэт вот это карим то есть он карму получает и вот этот весь эгрегор она все это сжигает я вижу как это горит и она последний листочек туда выбрасывает и это письмо которое такое нарочито плоская была плотная такое как зеркало да как листок какой-то металлический выходит из-под стола я вижу она примера примеряется с отцом они обнимаются всего светлой частью и я и передаю чтобы она излечила все ее пространство и все аналогичные случаи где она чувствовала предательство по отношению к ней со стороны я слышу брокеров пусть она этим брокерам тоже приказывает убирать все их воздействие я вижу как они берут они находятся в секторе магии и они берут такие же клавесины какой был у отца под мышку вот так то есть они тоже играли на этом инструменте образно говоря в этой игре я передаю поле чтобы она приказывала им всем отдавать ее потенциал все ее потерянные деньги и пусть она возвратить себе утерянное все а им отдает то что принадлежит им я вдруг я вижу этот сон который она заходит и смотрит в эту миску где этот черенок она вот так его вынимает я вижу как этой тарелкой этому истукану этому эгрегору просто как прожжу я передаю оле чтобы она вернула все ее благополучие я вижу как такие доллары деньги и сектора интерферентов они вот так вот с эгрегора потерь переходят в ее будущее то есть плывут такой рекой вверх и а то она она как будто бы сокровища зашла в сокровищницу и вот так деньги подбрасывает а их много я передаю оле чтобы она вернула себе весь потенциал и взрыв взрастила сейчас свой бизнес до такого размера который она тебе себе только хочет но она хочет быть как бы лидером в этой индустрии я и передаю что она может достичь этих этого результата закрепить это в ее пространстве в ее сознании убрать все крючки и зацепки мешающие ее при достижении целей я вижу как такой хобот как считывается почему-то крысиный яд вот так этот выходит я ее спрашиваю видеть ли она что как бы подсоединен этот какой-то а он уменьшается сначала большой был как мешок такой огромный потом уменьшается становится все меньше 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 и она буквально как будто бы выковырнула вот так так я и передай чтобы она очистила все ее пространство от чужеродных программ привязок и и пространство стало огромное такой как шар поднимается вверх я и передаю чтобы она осветила своей святой чистой энергией все что касается ее рукой и разум вот вот эта ситуация где она делала сеанс ты мары из австралии посмотрим что произошло когда она вот эта мара она находится в секторе магии по отношению к воле воле и такая подключка идет вот так ну вот туда где я видела этот мешок в то же место хорошо если улью хочет пусть приказывает этой мари выбирать ее воздействие отказывается делать сеанс посещайте семинар или что она забирает деньги а я слышу научиться жить это наверно как центральный этот ну цель этого семинара было наверное да это именно то что но я слышу так научиться жить я передаю оле что и рациональная часть хочет отказаться посещать этот я вижу она встает слышу гипноз и снимает из лица черный такой какой-то как считывается покрывало но как будто носовой платочек какой-то такая ткань квадратная она снимает отдает этой женщине и это подключка уходит вот сюда она подходила это подключка уходит и вижу буквально выкручивается вот так как-то я передаю оле чтобы она вытолкнула все подключки разорвала контракты с этой таймарой и приказывала этой таймаре убирать все воздействия и но у нее какие-то защиты стоят она в таком шарике сначала этот шарик был большой но я продолжаю смотреть и он начинает уменьшаться и вдруг уменьшается уменьшается и до какого-то момента а поэтому так вот чух 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 и образовались такие зеркала как будто бы открылись знаешь и много их и приказываю забрать все защиты на снятие магии колдовства гипноза мы ее видим это пространство оле она осознает в чем подвох и пусть и вижу как она собирает тот же такой же как будто клавесин клавиши такие забирается и уходит а более как махнула вы так будто бы мечом или с ножом вот так махнула и отсекла это сама поднимается вверх хорошо присядает карму истинным виновником все чужеродное отдает это выталкивает из ее пространство до поднимаемся вверх посмотри сейчас как она выглядит у нее включил сынов явно видно тор и что интересно вот здесь сначала но я не успела сказать как будто бы было что она но это перед этим еще раньше разложила купюры но деньги пачками это как будто бы эти деньги вот так все как этот тор он на бы проходит сквозь эти деньги и круговорот до круговорот благополучия в ее пространстве скажем так вернула свой потенциал и туда я присматриваюсь то я смотрю что это этот росток зеленый который я видела он как вот такая волна внутри нее я и передаю чтобы она очистила все ее пространство и оставила только то что принадлежит ее божественной душе то что она получила от первотворца при ее сотворении рождения ее души а все чужеродные программы энергии пусть она отсекает убирает все пространство ну а насчитывается что она могущественная ну потому что каждая душа когда освобождается от чужеродных установок программ то возвращается то возвращается вот эта божественная сила в сервере творцы и каждая в буквальном смысле и все что мы имеем жизни это продукт нашего творения хорошо если оля хочет пусть она передаст сестре длины информацию этом сеансе опыт перенос и снова эти брокеры право проявились какие-то брокеры и они что-то делают их несколько и я вижу что они как будто бы какой-то арчаг тянут черный я спрашиваю олю видит ли она а она видит и она вот так как-то плюнула и они зашипели знаешь как на огонь они зашипели и и растворились я передаю оле чтобы и она вот так это и превратились такие паутинки и она их выбрасывает я и передаю чтобы она передала информацию всем чтобы все кто мешает ей на ее собственном пути на пути выбора ее воли пусть не медленно убирают все воздействия и получают карму за препятствия и она начинает вот расти еще больше так я и передаю чтобы она поднималась самые высокие пространство полностью отсоединилась от всех считывается лжеучений ну да от всего ложного и пусть восстановит себя истинную вот сейчас махнула крыльями она свободно очищаем пространство поднимаемся максимально вверх до закрываем портал и все наполняемся энергии жизни любви гармонии спасибо ли все ли мы сделали для нее на этом сеансе да она нас благодарит и перед ней открылась такая сияющая книга решая которой нет краев нигде книга жизни до прошу виктория прощаемся с вами отсоединяйся от всех и всего проверяй твое личное пространство да все хорошо хорошо которые я посчитаю 1 до 3 то выйдешь физическую реальность где с тобой разговаривать и будешь себя чувствовать великолепно 1 2 3 возвращайся классно очень классно а вот это последний последнюю ситуацию с письмом я вспомнила буквально я же его не написала и я потом вспомнила если еще сомневалась в этот сеанс или в следующем нет надо себя слушать и ну да подсознание на душу вот это встреча нам прям так внутри такое ощущение хорошее прям расширение такое тепло это классно очень классно спасибо вам огромное за труд за века за наставление вот правильно в начале да у меня был один как бы фокусировка внимания на одном таком моменте с этим письмом получается надо было с другой стороны посмотреть на место хорошо опубликовать можно быть да можно закрыть очень жалко конечно такое красивое чистое закрывать желание есть желание